Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture и уже давно у нас назревал разговор о структурных продуктах. По-другому они еще называются структурированные или комплексные продукты. Очень много вопросов от подписчиков, стоит ли покупать такие инструменты у крупных банков и брокеров, ведь доходность по ним обещают повышенную, при этом сравнивают часто с банковским депозитом по надежности. Давайте же разбираться, какие риски закопаны в структурные продукты. Итак, структурный продукт – это финансовый инструмент, доходность которого будет зависеть от более простых активов, которые входят в его состав. Это такая комбинация традиционных инструментов, таких как банковские депозиты, акции, облигации и более сложных инструментов срочного рынка. Как правило, здесь используются опционы. За счет создания такого микса рождается нестандартный продукт, который обладает характеристиками, которые просто при покупке непосредственно активов на бирже получить нельзя. Например, вы можете купить структурный продукт, который имеет в своем составе несколько акций, но при этом ежеквартально вам будет выплачиваться фиксированная ставка, но, что очень важно, при соблюдении ряда определенных условий. Структурные продукты, как правило, выпускаются банками, а продаются через агентов. Это может быть сам банк, управляющая компанией или брокерская компания. Очень часто клиентам финансовых организаций предлагают купить структурный продукт как альтернативу банковскому депозиту. Да вот вы даже можете зайти на сайты самых крупных российских брокерских компаний, и на странице, где рассказывается о структурных продуктах, там всегда будет написана фраза про альтернативу банковским депозитам. Но, так как это утверждение на самом деле не соответствует действительности, то финансовые компании идут на разнообразные уловки. В частности, у кого-то я встретила формулировку о том, что структурный продукт может стать альтернативой банковскому депозиту. Ну, а может и не стать. Действительно, у структурного продукта есть много точек пересечения с банковским депозитом. Вы понимаете, сколько денег вы вкладываете, вы понимаете, на какой срок вы это делаете и когда ваши деньги снова освободятся. Вы понимаете, по какой формуле рассчитывается ваша доходность. Но проблема в том, что если в банковском депозите, ну, если мы рассматриваем крупные надежные банки, которые страхуются АСВ, то у вас гарантия возврата денег практически 100% на текущий момент, то когда вы покупаете структурный депозит, то на выходе вы можете не только не получить обещанную доходность, но и целиком не забрать ту сумму, которую вы изначально в финансовую компанию принесли. И это все прописано в договоре, который вы подписываете. Если говорить простыми словами, то структурный продукт – это такой спор с компанией, которой этот продукт выпускает, о том, случится ли некоторое событие в определенный период времени или не случится. Например, вырастет ли цена акции до какого-то определенного уровня за фиксированный промежуток времени. Останутся ли цены на корзину из активов в заданном интервале или покинут этот интервал. Случится ли дефолт, например, по корзине из облигаций или не случится. Если негативное для условия структурного продукта событие не реализуется, то, соответственно, по истечении заданного периода вы получаете обратно те деньги, которые вы вложили, плюс доходность, которая рассчитывается по заранее известной формуле. А вот если негативный риск реализуется, то вы несете убытки. Это все прописано в договоре. Причем в самом хорошем случае, если вы покупаете структурный продукт со 100% защитой капитала и он сделан добросовестно, то вы просто получите свои деньги назад, не получив никакой доходности, ну и при этом уплатив, конечно же, комиссии, которые составят несколько процентов от той суммы, которую вы внесли. Ну а случаются и совсем грустные истории. И, к сожалению, я знаю таких очень много, потому что у нас на сайте investfuture.ru есть рейтинг брокерских компаний. Туда мы очень часто получаем отзывы от клиентов. Ну вот, например, был кейс со структурным продуктом на корзину из четырех акций, куда входила компания GT Advanced Technologies. Эта компания стала банкротом. И в результате по структурному продукту изначально обещали доход, купон, простите, квартальный 24% годовых в долларах на два года. И это звучит действительно очень здорово. Многие люди повелись на такое предложение. В итоге, через месяц после покупки продукта, люди потеряли до 95% от вложенных средств. Видов структурированных и структурных продуктов существует огромное множество. И, к сожалению, этот продукт движется по пути постоянного усложнения. Так что сегодня даже очень многие сотрудники финансовых компаний, которые предлагают эти инструменты, в сути не разбираются. И на самом деле, очень многие не ставят перед собой задачу клиента обмануть. Но просто продукт действительно очень сложен для понимания, если вы не профессиональный финансовый инженер и конструктор финансовых продуктов. Ну вот самые популярные структурные продукты на данный момент, это продукты со стопроцентной защитой капитала. Я их уже упоминала. Казалось бы, это надежная история. Но проблема в том, что многие финансовые компании для того, чтобы сделать этот инструмент доходным, потому что получается, что если мы защищаем капитал, то мы должны большую часть активов делать максимально надежными, а значит по ним доходность низкая. А инвестор-то приходит в структурный продукт за большими деньгами. Поэтому, чтобы показать хотя бы какую-то приличную доходность, финансовые компании идут на уловки. И часто в состав, казалось бы, максимально надежного продукта, который вкладывает деньги в депозиты и облигации преимущественно, подсовывают такие инструменты, как, например, субординированные облигации банков, которые являются очень рискованными. Это произошло, кстати, с субордами открытия не так давно. И люди потеряли очень большую часть своих денег в структурных даже продуктах, хотя они были с защитой капитала. Второй популярный продукт – это продукт на корзину акций с автоколом. То есть ситуация, когда брокер имеет возможность досрочно закрыть свой продукт при выполнении определенных условий. И по таким продуктам, если клиент получает хорошую доходность, допустим, выше, чем это изначально обсуждалось, то брокер эту доходность ему подрезает и продукт закрывает. Хотя, на самом деле, если бы клиент, скажем, те же самые инструменты просто купил на биржевом рынке, то его доходность была бы ничем не ограничена. Ну и также облигационные продукты очень популярны. Я хочу, чтобы вы понимали, что структурные продукты у нас бывают вне биржевые и биржевые. Вне биржевые продукты – это вообще очень нежелательное условие. Сюда у нас входит, например, кстати, договор доверительного управления. Сюда же у нас относится инвестиционное страхование жизни, о котором мы с вами неоднократно говорили. Да, по сути, это тоже структурка, просто в нее зашита еще и часть страхового продукта. Есть у нас также форвардные, разнообразные сложные продукты, индексируемые депозиты и вне биржевые ноты. Есть биржевые структурные продукты. Они лучше по своей природе, потому что они более гибкие. И здесь человек, который их покупает, может сам производить какие-то активные действия, если видит, что рынок идет в нежелательную сторону. Но я хочу, чтобы вы понимали, что вот эти продукты хороши в руках людей, которые умеют с ними обращаться. И в том числе, которые умеют профессионально работать на срочном рынке. Ну а для большинства людей, которые просто ищут альтернативу банковскому депозиту, как мы уже говорили, этот продукт абсолютно не подходит. То есть структурный продукт сам по себе неплох, но он плох тем, что он оказывается в руках у людей, которые к нему не подготовлены и как бы не должны быть подготовлены, потому что пришли они в финансовую компанию совсем за другим. Но так или иначе, биржевые инструменты у нас это инвестиционная структурная нота или структурная облигация. По большому счету разница там не слишком велика. Но смотрите, по структурным нотам номинал там начинается, как правило, от 1000 долларов или от эквивалента, соответственно, в российских рублях. А по структурным облигациям номинал традиционный для облигаций. Это начинаем мы от 1000 рублей. Структурные облигации у нас активно эмитирует Сбербанк, а также на этом рынке представлены Альфа-банк, Росбанк, Газпромбанк и ВТБ. Ну а если говорить об эмитенте структурных нот, то в России самый крупный представитель это Broker Credit Service Structured Products PLC, кипрская компания. Ну, соответственно, это родственная компания для финансовой группы БКС. Эксперты считают наиболее рискованными типами структурных облигаций. Во-первых, конечно, инструменты со встроенным кредитным плечом. Здесь все и так понятно. Мы с вами про кредитное плечо уже не раз говорили. Ну и также к особенно рискованной категории относятся продукты на корзину облигаций типа First to Default, то есть до первого дефолта. Как это работает? Это корзины из 4-6 облигаций. И эмитент структурного продукта переносит риски одной бумаги на всю корзину. То есть получается, что если банкротится хотя бы одна единственная компания, то инвестор тогда получает номинал этой ноты, умноженный на recovery. То есть это реальный физический объем возврата средств по облигации компании, которая допустила дефолт. Это определение. И средний recovery по рынку составляет 10-30% от номинала облигации. И вот в результате инвестор у нас и получает от своих выложенных денег, соответственно, там 70-90% от номинала инструмента. И понятно, что когда мы открываем рекламный проспект от финансовой организации, первое, что мы видим, это доходность, которую нам предлагают. И вот это вот большая ловушка, в которую, друзья, не нужно втягиваться, потому что как только вы видите доходность выше, ну скажем, депозита, нужно всегда задаваться вопросом, откуда эта доходность берется. Каким образом финансовая компания пытается нас с вами, ну, слово развести может быть не очень красивое, но подловить, скажем так. То есть, например, бывают ситуации, когда в продукт зашивают там бумагу, которая уже куплена на перегретом рынке, и высокий риск ее снижения. Бывают такие ситуации, когда, например, без какого-то коварного умысла, но в корзину добавляется бумага, которая исторически имеет очень высокую волатильность. Ну, вот яркие примеры, которые все всегда приводят, когда говорят о рисках, структурах, это те продукты, которые включают в себя акции, например, Теслы или Микроны, да, электрокары и проводники. И, соответственно, да, эти бумаги волатильны, и опционы по ним как раз-таки обеспечивают потенциально высокую доходность вашего продукта. Но посмотрите, вот мы с вами постоянно говорим о том, как акции Тесла падают, причем падают обвально в течение буквально одного торгового дня по самым разным случаям. Ну, и также хочу вам напомнить, что есть у нас понятие кредитный риск-эмитент, то есть компании, которая выпускает эти продукты. Да, казалось бы, это все российские крупные финансовые компании, что с ними может случиться. Но, с другой стороны, банк Лемон Бразерс, который у нас обанкротился в предыдущий финансовый кризис, тоже считался очень устойчивой компанией, и тоже выпускал структурные ноты, по которым люди понесли огромные убытки после банкротства Лемона. И еще раз хочу подчеркнуть, структурный продукт – это очень дорогая история для инвестора. Причем здесь получается такое несимметричное распределение рисков. В случае, если рынок движется не в заранее прогнозируемую сторону, то убытки несет инвестор на 100%. А вот если рынок идет в хорошем направлении, выгодном, то прибыль распределяется очень неравномерно. То есть часто получается так, что инвестор получает 10%, а финансовая компания получает все 90-10%, потому что прибыль клиента ограничена условием структурированного продукта. Ну и при этом, еще раз обращаю ваше внимание на то, что комиссию вы заплатите в любом случае, даже если структурный продукт отработается из рук вон плохо. Кстати, финансовые консультанты и продажники в брокерских компаниях и банках часто любят апеллировать к тому, что на Западе, в США, особенно структурные продукты очень популярны. Но нужно понимать, что есть большая разница между этими двумя рынками, потому что западные структурки, они, как правило, намного более гибкие. То есть они, так как рынок вообще более развит, там больше предложений, больше конкуренции, поэтому компании постоянно делают что-то новое, постоянно корректируют продукты и действительно борются за своего клиента. Но в России этот рынок достаточно неповоротлив, и получается, что продукты как бы формируются уже заранее, отставая от текущей конъюнктуры рынка. Есть такая категория продуктов, как беспоук, структурные продукты, которые там индивидуально подгоняются под инвесторы под текущую ситуацию, но там порог входа, как правило, очень высокий. Резюмируя все сказанное выше, если вы не профессиональный спекулянт, который обладает огромной интуицией, находится в рынке и профессионально владеет всеми, даже самыми сложными финансовыми инструментами, то я считаю, что структурные продукты для вас – это не самое лучшее решение. По крайней мере, я бы в такой ситуации не стала этот инструмент покупать. Намного проще, как я уже часто повторяла, открыть самостоятельно брокерский счет и не переплачивая конских комиссий, потихоньку начинать формировать свой собственный инвестиционный портфель. У нас на канале есть много видео для начинающих, я оставлю ссылки на самые главные из них в первом закрепленном комментарии, в частности, там будет инструкция о том, с чего начать, о том, как выбрать брокера и какие самые базовые инструменты стоит рассмотреть для начала. Ну и, друзья, конечно, я жду от вас в комментариях рассказов о том, как вы или ваши знакомые покупали структурные продукты и какой опыт вы после этой истории получили. Пожалуйста, расскажите, это очень важно для многих наших подписчиков, которые спрашивают у меня, стоит ли покупать структурные ноты или облигации. Может быть, кто-то не поверит мне, но поверит вашему опыту и на живой иллюстрации все-таки не будет совершать ошибок. Или, наоборот, вы расскажете о позитивных кейсах. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео, если вам было полезно. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы регулярно смотреть наши полезные обучающие ролики по финансовым рынкам и созданию инвестиционного портфеля. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.